Шаббат Шалом дорогие друзья, с вами Равин Каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе Торы Дворим. В ней приводится первое из трех обращений Маше Робейну к народу Израиля, с которыми он выступил в последний месяц своей жизни. В нем пророк вспоминает события последних 38 лет. Он также проинструктировал народ о законах, которые они должны соблюдать, и напомнил им о истории со времен выхода из Египта. В этом суть всей книги Дворим. Вначале Маше Робейну вспомнил эпизод с разведчиками, причину, по которой предкам присутствующих было отказано в возможности войти в землю обетованную. Он хотел, чтобы следующее поколение усвоило урок этого эпизода и всегда хранило его. Он рассказал молодым израильтянам, кем они были, откуда пришли и какова их судьба. Он дал им законы и сделал это по-новому. Больше не было акцента на божественном столкновении, как это было в книге Вайкра, или на жертвоприношениях, как это было в книге Бамидбар. Ударение было сделано на социальном контексте законов. Он изложил основы веры более систематическим образом, чем в других книгах Торы. Он рассказал им о божественной любви к их предкам и призвал отвечать взаимностью всем своим сердцем и, конечно же, душой. Он обновил завет, то есть союз со Всевышним, напоминая людям о благословлениях, которыми они будут наслаждаться, если сохранят веру в единого Бога, и проклятиях, которые постигнут не дай Бог, если они отступят. Он научил их великой песне Хаазину, которую мы тоже с Божьей помощью вскоре рассмотрим. Внимайте! И дал двенадцать коленам свое предсмертное благословление. Он оставил наследие, которое пережило бы его и должно было стать хранителем смысла. Почему заповеди для нас так важны, и наша глава называется дворим, а не завещание Моше, например, спросите вы меня? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, дорогие друзья, что заповеди – это как бы наша душа, это есть наше общее соединение в одну единую систему. Она состоит из 613 отдельных желаний. Когда все желания объединяются на самом высшем уровне, тогда можно будет сказать, что они связаны между собой с святым языком. Святой язык – это как стрелка в весах, которая должна указывать на равновесие всей системы. Он самый важный и находится выше всех для того, чтобы уравновешивать всю систему. В нее входит Хесет, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есот и Манхуд. 7 параметров общей системы. Каждый из них состоит из 10 свирот. Итого получается 70. Все эти параметры существуют также в самой высшей системе, но должны предварительно уравновешиваться на более низких уровнях. То есть вся система должна быть все время сбалансированной. Эта очень динамичная система называется душой и представляет собой общую душу Адама, первого человека. То есть абсолютно полную систему правильного управления всем мирозданием. Речь здесь идет о том, каким образом наши души могут соединиться в одну единую душу и подняться над своим частным эгоизмом. Как в русском языке, так и в еврите существует несколько вариантов словесного выражения процесса передачи мысли. В русском это синонимы – говорить, сказать, вести речь. В еврите синонимов нет. У евритских слов, обозначающих этот процесс, это дворим, амигот, агадот, милот, гораздо больше различий, чем сходство. В русском переводе они даже могут показаться идентичными или очень похожими. Но в торе значение каждого из них ограничено определенными свисловыми рамками. Слово амирот, например, относится к передаче мысли или информации. Слово агадот выражает жесткое указание, когда получателю информации ставят перед свершившимся фактом. Слово милот следует воспринимать как процесс передачи информации. Ее получатель при этом может и не присутствовать. Что же означает слово дворим, дорогие друзья? Оно предполагает обязательное присутствие слушателя, получателя информации, так сказать, в отличии, например, от милот. В нем есть и элемент пробуждения к действию, к получению результата. И в этом его отличие от слова, например, амигот, когда акцентируется только само высказывание. Однако в отличие от агадот, слово дворим не является жесткой формой указания. Более того, надо отметить, что слово дворим имеет еще и второе значение – это дела. Именно так, одним и тем же словом дворим, можно выразить на иврите два понятия – слово и дело. Дорогие друзья, недельную главу дворим всегда читают в субботу накануне 9 ава, годовщины падения обоих храмов, предшествии недели в этих отрывках. Соответствующих глав Торы пророки упрекают народ за грехи, послужившие духовной причиной разрушения. После 9 ава читают о втору с утешениями. В отрывке, в соответствии этой главе, речь идет о знаменитом видении Ишияо. С ним связано и намерение или номинование субботы, в которую читают главу. Это дворим хазон или шаббат хазон, то есть суббота видения. Эту главу читали как обвинение непокорному народу. Но надо, дорогие друзья, увидеть даже в явном проклятии благословления Всевышнего. Суметь узреть в ней отдаленное видение третьего храма и, конечно же, эры Машиеха. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха. Будьте здоровы. Создайте свою полную систему. Всяческих благ. Шаббат шалом. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok